Хочешь научиться подтягиваться, либо просто пробить застой в подтягиваниях, то жду тебя на двухнедельном марафоне, который стартанет 13 ноября. Запись уже открыта, ссылка в описании. Результат гарантирую. Всем привет, друзья! Пришли на тренировку, сейчас мы будем делать передний вис. Эта тренировочка будет, да, полная, прям целую тренировку. Сделаем переднего виса. Я взял вон кучу резины, и поэтому будет жестко, смотрите, не переключайтесь. Надо размять шею, все тело, да, Данек? Обычно тоже разминаешь все тело, чтобы ничего нигде не щемануло. Поехали! Так как у меня шея это самое, наверное, стрёмное место, которое все время защемляется, я обязан просто размять ее просто на максимум. Ну что, друзья, сейчас мы сделаем такую схему, значит, будем в переднем висе со своим весом висеть. Первый подход сделаем вообще на максимум, посмотрим, кто дольше провисит. Потом два подходика еще сделаем со своим весом, тоже на максимум, но это уже без секундомера. А потом будем добиваться резиной и там другими методами. Все увидите. Давай-давай, жать! Семь секунд. Ну такое... Просто у меня что-то уже прогибаться начинало. Ну что, друзья, у меня, конечно, не такой прямой вис, как у Данька будет, но я в своем висе попробую его перебить по времени. У тебя, короче, 10 секунд. Я нифига, машина. Попытка номер два теперь, Данек, второй подход. Ну, где-то семь секунд я рано нажал. Семь секунд. Я раскачку взял. Восемь секунд. Ну, у меня кривой вис, в отличие от тебя. Но все равно нормально. Если ты не брал раскачку, сразу подошел. В общем, это у нас третий подход сейчас будет, и мы будем из упора сверху переходить в передний вис. Основная фишка перехода в передний вис в том, что вы должны делать глубокий хват. Да, я уже давно сам не делал. Очень хорошее подводящие к переднему вису, это облегченный вариант. Это когда вы переходите в передний вис и расстегаете ноги. Ну да, это гораздо проще, потому что нагрузка смещается вот туда, ближе к вам. Второе, отличное подводящее к переднему вису, это когда вы берете затурник, глубокий хваток вообще не нужен. Поднимайтесь вверх, делайте опускание, старайтесь ниже опуститься и выше подняться. И так прорабатывайте на максимум, чтобы прочувствовать свою поясницу. Другое хорошее упражнение, друзья, тоже для переднего виса, оно прорабатывает спину у нас, поясницу. Мы в закрытом таком переднем висе делаем подтягивания. Это довольно простое упражнение, подгибаете ноги, да, и работаете спиной. И это будет как раз вот прокачивать ваши вот эти мышцы, все, короче, мышцы спины, что, естественно, подведет вас к тому, что вы потом будете держать нормальный передний вис. Теперь мы будем висеть просто с резиной, начнем с маленькой, вот этой тоненькой, потому что мы забились и просто висеть будем с резиной добивать, с висиной. Ресница забивается на ура. Ну, Данек, конечно, стал закачивать, я просто повешу, потому что я считаю, что самое лучшее подводящее упражнение для переднего виса это делать передний вис. Эта резина почти не помогает. Друзья, теперь мы взяли немножко потуже резинку. Так делаем на максимум. Надо проработать с резницей. Проработать с резинкой. Поработать с резинкой. Да, сейчас убираясь. Поработать с резинкой. Эта резинка. Ага, теперь вкачиваем. Когда мы скачиваем, у нас должна спина оставаться даже напряженная вот здесь, в этом положении. То есть мы руки вот так не разгибаем, мы оставляем спину напряженной. Следующая резина. Часто спрашиваете, какой вес она это выдерживает. Точнее, растяжка. 17-54 килограмма. С 17 по 54. Глубокий хват. Пробуем опять спичинить. Так делал хотя бы кривые подтягивания, очень жестко забиваю даже с кривыми подтягивания. Ну а я по старой своей схеме, сначала делаю передний вис, потом добивание. Сейчас, наверное, идеально, да? То есть неплохо. Передний вис такая штука вообще, его нужно делать постоянно. Это как стойка на руках. Если вы забьете там на неделю, на две, то уже хуже получаться будет. Поэтому нужно тренировать как минимум два раза в неделю, и тогда будет все четко. В общем, сейчас будем делать переходы в передний вис на максимум. И сразу же без отдыха переходим на резину, надеваем ее на ноги и делаем так же. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Су! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как я делал? Да? На максимум. Делай на максимум, старайся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, на этом все, я думаю. Я еще вчера подтягивания делал, сэр. Вот такая вот тренировка получилась. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк на Данька канал, подписывайтесь. И еще на сайте archomorris.com крутые программы тренировок, суперсеты для любых условий. Дом, улица, зал. Везде сушка, набор. Короче, заходите, покупайте. Тренируемся вместе. Пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА